Друзья, привет! С вами Андрей Ильенко и это уже 36 выпуск интересных и полезных новостей для бизнеса из Китая. Поехали! Первая новость. С 3 по 11 марта в Китае прошли ежегодные заседания в СНП и НП КСК. Были утверждены цели работы на год, а также принят план новой 14-й пятилетки, которая закончится в 2025 году. Какие же приоритеты Китая на эту пятилетку? Первостепенной задачей для Китая в новом пятилетнем плане становится достижение независимости от иностранных технологий и повышения конкурентоспособности. В качестве приоритетных выделены 8 отраслей. Это редкоземельные металлы, робототехника, авиационные двигатели, электромобили, вакцины и медоборудование, сельхозтехника, оборудование для кораблестроения, авиастроения и высокоскоростных железных дорог, а также промышленное применение системы геопозиционирования Бэйдоу. В целом, как отметили наблюдатели, в отчете в этом году слово «технологии» встречается целых 29 раз, тогда как в прошлогоднем заседании его упоминали всего 9 раз. Также в новом пятилетнем плане заложено усиление надзора над крупными игроками технологического рынка и продолжение антимонопольных разбирательств. Об этом подробнее дальше. Следующая новость. Китай безвозмездно поставляет вакцины в 69 развивающихся стран. Ключевое слово «безвозмездно», то есть даром. Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, цитата, «В рамках инициативы Ковекс мы пообещали предоставить 10 миллионов доз вакцин для удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран». Китай на безвозмездной основе предоставляет вакцины 69 развивающимся государствам и экспортирует вакцины в 43 страны. Он добавил, что Пекин предоставил вакцины от коронавируса миротворцам ООН и готов обеспечить поставки для Международного Олимпийского комитета и участников грядущей Олимпиады в Китае. Таким образом Китай как бы восстанавливает лицо перед мировым сообществом. Следующая парочка новостей касается правил въезда в Китай и тут нас ждут хорошие новости. Материковый Китай упростил правила въезда из Гонконга для привившихся от COVID-19. Отличная новость! С 15 марта в материковый Китай из Гонконга могут заехать даже иностранные граждане и члены их семей, которые поставили прививку от COVID-19 китайского производства. Для подачи на визу требуются те же документы, что и до эпидемии. Для оформления рабочей визы будут не нужны анализы на коронавирус, декларация о состоянии здоровья, пригласительные письма, однако понадобится сертификат о вакцинации. Держатели карт для деловых поездок АТС могут оформить китайскую визу типа М. В сообщении ведомства не говорится о требованиях карантину после прибытия материковой Китая. И следующая новость! Китай разработывает систему международных сертификатов здоровья для путешественников. Она поможет создать общий порядок проверки тестов на COVID и прививочных сертификатов, что облегчит пересечение границ. О такой инициативе сообщил тот же министр иностранных дел Ван И на пресс-конференции в рамках 13-го СОЗОВа ВСНП. Он добавил, что система будет гарантировать полную защиту персональных данных. Это, кстати, тоже один из акцентов следующей пятилетки. При этом Ван И не уточнил, какие страны присоединились к разработке программы и конкретные сроки запуска пока тоже не уточняются. Но в целом, как говорят в Украине, мы наблюдаем покращение. Покращение вашего жития уже сегодня. Следующая новость. Китай запустил ракету-носитель Шанчжэнь-7А. 12 марта Китай запустил ракету-носитель Шанчжэнь-7А Y2 с космодрома Вэнчань провинции Хайнань на юге страны, сообщает агентство Синхуа. Ракета запустила на запланированную орбиту экспериментальный спутник экологического мониторинга. Спутник преимущественно будет использоваться для проведения орбитальных тестов новых технологий. Эта трехступенчатая модифицированная версия ракеты-носителя Шанчжэнь-7 представляет собой новое поколение китайских высокоорбитальных ракет среднего размера. Она способна выводить на геосинхронную орбиту по меньшей мере 7 тонн грузов. И название ракеты Шанчжэнь переводится как «Великий поход». Следующая пара новостей касается крупных компаний. Китай планирует оштрафовать Алибаба на огромную сумму. Антимонопольные органы Китая планируют оштрафовать Алибаба на рекордную сумму, сообщает Wall Street Journal. Точная сумма штрафа пока не называется, но по данным собеседников газеты, он может превысить 975 миллионов долларов. Это была рекордная сумма штрафа, которую заплатила компания Qualcomm в 2015 году. Все это касается антимонопольных разбирательств, особенно после проведения двух сессий. И о том, что Китай делает ставку на цифровую экономику, в которой государство играет большую роль. Соответственно, рынок перестраивается. Следующая новость. Tencent станет следующей крупной целью китайских регуляторов, сообщает Bloomberg. В прошлую пятницу китайский регулятор оштрафовал 12 компаний за антимонопольные нарушения. В числе пострадавших поисковик Baidu, агрегатор такси TD Chusin, SoftBank и Tencent Holdings. Их с задним числом признали виновными в нарушениях при сделках поглощения, хотя сами сделки не были признаны антиконкурентными. Говорится о том, что финансовые регуляторы рассматривают Tencent в качестве следующей цели для усиления надзора после подавления Alibaba и ее антгрупп. Как сообщается, Tencent, вероятно, тоже придется выделить в отдельную структуру свою финансовую дочернюю компанию, отвечающую за банковские, страховые и платежные услуги. Все мы знаем, что WeChat Pay, кошелек от WeChat, это вторая после Alipay, Alibaba платежная система в Китае. И, соответственно, ее тоже должны коснуться эти изменения правил. Напомним, что на сессии в СНП премьер Госсовета КНР Ли Кэ Циан пообещал расширить надзор над сферой финансовых технологий, искоренить монополий и предотвратить нерегулируемую экспансию капитала. Следующая новость. С 1 мая Китай откажется от тестирования косметики на животных. Что интересно, есть их еще не перестали, но косметику уже отказываются тестировать. Изменения коснутся большого количества косметической продукции, импортных и локальных брендов, не считая средств со сложными компонентами в составе, которые помогают устранить акне или обладают антивозрастным эффектом. Сообщается также, что косметика, предназначенная для детей, а также бьюти-продукты с новыми, еще не изученными ингредиентами, будут по-прежнему проходить испытания на животных. Если вы в этом рынке, то вы, скорее всего, знаете, что Европейский Союз еще в 2013 году ввел подобный запрет. Таким образом, Китай тоже движется в сторону этичного потребления. Что касается влияния на рынок косметики, то эксперты прогнозируют, что данное изменение упростит вход на рынок западным компаниям, потому как можно будет начинать продажи, не проводя испытания на животных. Следующая новость. Московских экспортеров приглашают на выставку СиАл в Шанхае. Это не просто приглашение, а суть в том, что московские экспортеры смогут бесплатно, то есть безвозмездно, то есть гадом предоставить свою продукцию на СиАл Чайна 2021. Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Город компенсирует 100% затрат на участие в выставке СиАл. Вау, круто! Напомню, что выставка СиАл Чайна – это одна из двух главных выставок Китая, ориентированных именно на экспорт. И здесь, по сути, вы можете найти китайских партнеров. Она пройдет в Шанхае с 18 по 20 мая. Отличный шанс выйти на рынок Китая. Московские экспортеры, пользуйтесь. И продолжая тему Шанхая, следующая новость. Мэр Шанхая объявил, что дни Шанхая как единого города сочтены. Вместо одного растянутого города, охватывающего весь муниципалитет, планируется построить пять новых городов в его границах. Ожидается, что каждый новый город будет развивать отрасли, основанные на его собственных уникальных характеристиках, а также крупные ключевые предприятия, способные стимулировать развитие малых и средних фирм. Что интересно, в плане пяти новых городов Шанхая указано также, что они должны быть полностью независимыми. Интересно, действительно, как это осуществится, пока не совсем понятно. Следующая пара новостей из мира технологий. Первая партия смартфонов Meizu 18 была распродана за 28 минут. В Китае стартовали продажи новых флагманов компании Meizu на Snapdragon 888. Уже за первую минуту продажи превысили отметку в 15 миллионов долларов. А вся первая партия разошлась за 28 минут. Главный маркетолог компании Meizu, Джан Джинсянь, извинился перед потребителями и сказал, что ему самому нужно идти на завод, крутить гайки, потому что они не успевают производить новые смартфоны. То есть спрос на новый телефон в разы превышает его предложение. Следующая новость. Китайские инженеры разработали частично мягкого подводного робота, который может работать при высоком давлении, в том числе в Марианской впадине. Он двигается благодаря плавникам с искусственными мышцами, а его электроника не разрушается под давлением, благодаря тому, что инженеры разделили платы с электронными компонентами на отдельные части, которые меньше подвержены влиянию больших нагрузок, чем одна большая плата. Данное устройство уже успешно протестировали в Марианской впадине в ноябре 2020 года. Поразительно. И под конец интересная новость одновременно из мира моды, игрушек, а также ролевых моделей в Китае. Китайскую модель Лиу Вэнь выбрали прообразом для куклы Барби из коллекции Барби Широ 2021 года. Самая известная топ-модель Китая Лиу Вэнь, участница шоу Victoria's Secret, самая известная азиатская супермодель, которая вошла в список самых высокооплачиваемых моделей в списке Forbes, получила куклу Барби, созданную как ее мини-копия. Об этом сообщил официальный аккаунт Барби в китайской сети Weibo. На самом деле, Лиу Вэнь уже давно представляет Китай на мировом рынке моды, и я думаю, что стала ролевой моделью уже для многих китайских девочек. И мужчины меня должны поддержать. Я думаю, что это вполне заслуженно. На сегодня это все. Надеюсь, что эти новости вам были интересны и полезны. И прошу проголосовать за понравившуюся вам новость. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А в рубрике Ванхун недели у нас сегодня лоукост фитнес-гуру, нарезочка от South China Morning Post. Посмотрите, какие крутейшие штуки он вытворяет с бамбуком, кирпичной стенкой, вообще любыми подручными средствами. Это воркаут, доступный каждому. И этот китаец очень крутой. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok